Друзья, можете в чате приятных слов написать, тут уже потрясающе. Спасибо, круто, молодец. Так, сейчас мы включим микрофончик и пойдем дальше. Ирина Яковлева, пока приготовься включить микрофон. Ира, попробуй еще раз. Да, здравствуйте, добрый вечер всем. Приветик. Сейчас, секундочку. Друзья, насчет Иры, сейчас все будут в шоке. Ира, мама четверых детей, переехала во Францию, в принципе, списка почти нет, язык, в принципе, не знает. И в прошлом месяце вышла на уровень младшего менеджера, и этим же открыла программу FastTrack. Ир, ну, в общем, сейчас будем тебя спрашивать, тут все уже, наверное, в шоке. Друзья, расскажи, пожалуйста, буквально за минутку, чем занималась до того, как познакомилась с ЛР и как познакомилась. Ой, простите, я вообще мама в декрете. Вот мой самый младшенький, который ездил с нами на президентский уикенд. Дима. Это наш бизнес-партнер, да. Он самых маленьких у нас принимает ЛР. И, ну, я как бы здесь 11 лет уже в декрете, и я просто искала, ну, вариант для себя заработка, потому что я, ну, хочу иметь личный доход. И познакомилась я, пришла в компанию через продукт, и увидела, что тут люди делают бизнес, зарабатывают деньги, и решила попробовать. А как познакомилась, кто познакомил? Моя крестная. Вот, секунду. Друзья, представьте, то есть у крестной, соответственно, Ира появилась в списке, то есть это теплый круг. То, что мы только что с Дмилой общались, не нужно забывать о своих там знакомых, друзьях, близких. То есть можно, да, там подумать, так, она в декрете, у нее нет времени, четверо детей, но ее крестная, хороший человек, она, соответственно, Иру в список свой внесла и про ЛР рассказала. Ир, ты сказала, пришла через продукт, а какие-то результаты, да, у тебя появились? Да, у меня на тот момент было трое детей, я была беременна четвертым, и у моего, ну, на тот момент младшего сына, теперь среднего, был атопический дерматит. И чем мы только не лечили, мы были и в Швейцарии у врачей, у дерматологов, и в Украине, и во Франции, ну, в общем, нам только назначали гормональный, ну, я уже начала пользоваться гормональными, потому что это была катастрофа, мы не знали, чем помочь ребенку, он ночью не мог спать, то есть мы по очереди с мужем возле него спали, так как он расчесывал все это, все это было рано. И гормональный, и только помогали, ну, немного заживало это, и все опять по новой. И вот в очередной раз по ходу к врачу, потому что муж уже говорит, давай что-то делать, это уже ненормально, сколько можно издеваться над ребенком, это у него началось с трех месяцев, и вот это было ему три года. И, в общем, я вот это пришла, расстроена, опять все на гормоны, опять анализы, и, в общем, непонятный результат, ну, я вот это расстроенная такая, тут как раз звонит мне крестное, что случилось, что ты такая расстроена? Ну, я рассказываю нашу историю, она говорит, послушай меня сюда, у меня есть замечательный продукт, он тебе, ну, твоему ребенку поможет, возьми, попробуй. Ну, муж мой такой, да, что мы тут не пробовали, нам ничего не поможет уже. А какой продукт помог? Мы пользовались пробаланс, потом гель мы взяли сначала персик, и аптечку мы мазали раны, но потом нам еще посоветовали, омегу мы подключили, и подключили дермокрем у нас есть, специально для кожи. И у него все ушло, у него сейчас вообще чистая кожа, ничего, никаких, хотя сейчас вот начался отопительный сезон, и мы думали с мужем, что опять сейчас все-таки начнется, ну, наша история сначала, ну, ничего нету, мы, конечно, очень рады вообще. Круто. Это суть. И потом мучили ребенка, и тут оказывается. Я даже не представляю, насколько для тебя было важно, да, то есть как мама была какая-то проблема, и ты нашла решение, то есть насколько у тебя уверенность в самом продукте, да, сразу вкакнула ребенка? Да, да. И у меня дети перестали болеть по очереди, я чему была очень рада, потому что со школы приходит один, принес и по очереди, все, и по очереди, все. А тут у меня дети перестали болеть по кругу, если один пришел, заболел, ну, как бы, во-первых, дети уже недолго болеют, ну, день-два максимум, и как бы, поэтому я сразу, меня это как бы включило, что дети перестали болеть. И то, что я вообще не приняла во внимание, когда крестная сказала, что гель алоэ надо хранить в бутылке открытой. И я в очередной раз, когда давала ребенку, смотрю, слышу запах, ну, прокисший. А, в смысле, в холодильнике, да, наверное? Да, 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 в смысле в холодильнике. И я смотрю, прокисший, и я тогда меня включает, так это же вообще натуральный продукт, действительно. А я тут мажу какими-то гормонами, какими-то непонятно, чем лечу ребенка. Я понимала, что это проблема внутри, но мне тут никто не приписывал препарат, который бы снял это все внутри. Они только давали вот мазать крем. Круто. Секундочку, сейчас небольшой лайфхак. Друзья, если, мало ли, у кого-то будет там клиент либо партнер, да, и он будет использовать не по инструкции, да, там, например, в холодильник не поставят после открытия, и он вам позвонит, скажет, слушай, тут все прокисло, что это такое, мы можем сказать, это как раз показывает то, что продукт натуральный. То есть, Ира как раз… Да, меня вот это очень включило. И тогда у нас как бы пошло сильное обострение у ребенка. Ну, значит, муж мне начал, а, ты посмотри, наоборот, еще хуже, как бы все стало. Ну, и он как бы был потом против, да, продукта. Но я настояла на своем, и я начала продолжать, потому что я поняла, что это натуральное. Я думаю, я не буду травить своего ребенка всякой химией. Ну, как бы зачем, если я знаю, что это натуральный продукт, я увидела сама, да. Смотри, у меня просто, да, есть там определенный перечень вопросов, но почему я остановился, но реально тема важнейшая. У многих есть детки, да, и многие общаются с кандидатами, у которых бывают абсолютно разные проблемы. Так что спасибо, что делишься вот именно своим результатом, там, в чате тебе много благодарностей. Скажи, пожалуйста, ты в прошлом месяце вышла на квалификацию, такую топовую младший менеджер. Что тебе помогло? Есть какие-то моменты, которые ты бы могла выделить? Ну, это, во-первых, спонсоры, которые меня поддерживали и наставляли. И очень мне помогла движуха в сентябре. Я вот зашла в движуху, вообще очень круто. Движуха, новый уровень, да, который 21 лет? Да, да, очень круто. Вообще просто, просто бомба, просто нет слов. Это надо каждому. И вот я в следующую движуху, я обязательно пойду, потому что это круто. Даже если будут задания одинаковые, все равно. Круто, круто. Друзья, небольшая интрига. Вот сейчас отметьте себе, что Ира сказала, ей помогла движуха. Совсем скоро, да, в команде у нас будет такой анонс. Ну, карты пока раскрывать точно не можем. Но, в общем, такое мероприятие, оно планируется. И обязательно примите в нем участие, потому что вот этот инструмент, который дает реально движение. Так, Ира, у тебя микрофон выключился. Так, включишь? Попробуй включить. Не включается? Так, ну. Так, что же делать, что же делать? Сейчас посмотрю настройки. Так, ага, да, попробуй включить. Да, все. Ага, все, сейчас я выключу опять. Есть. Как говорит Андрей Веденев, без включенного микрофона можно только с квалификацией президент общаться. Так, скажи, тебе помогла движуха? Может быть, какие-то конкретные, там, не знаю, там, ну ладно, тогда карты не будешь раскрывать. В общем, движуха. Да, движуха, да, вот у меня пошел рост, ну вот в этот месяц, да, пошел рост. А увеличились именно твои действия, либо что, как оно само пошло? Ну вот не знаю, я еще как бы получила результаты, и мышление у меня поменялось, и люди сами начали звонить, спрашивать. Слушай, ну посоветуй там, вот я знаю, что у тебя хороший есть продукт, посоветуй, пожалуйста, вот что мне сделать там, допустим. У меня такая-то, такая-то ситуация, какой ты мне продукт посоветуешь? То есть, ну, как бы вот так вот. Круто. Смотри, я сейчас попробую угадать, можно ли так сказать, что вот эта движуха помогла тебе войти в некое такое состояние, и в этом состоянии тебе как бы… Да? Да, да. Вот. И у меня начала расти команда, ну как бы, ну не знаю, в общем, все пошло на взлет. А еще, когда объявили фасттрек, я просто первой, когда был фасттрек, ну я уже, это получается второй, предыдущий, да, я не успела на него зайти, я была, конечно, очень расстроена. И когда я услышала, что сейчас стартует третий фасттрек, у меня просто слезы были на глазах, я сказала, я должна в него зайти просто. Круто, ну я желаю тебе максимально, да, двигаться вверх по этим уровням фасттрека. Благодарю. Скажи, мне кажется, вопрос сейчас интересует многих, у тебя четверо детей, как у тебя получается совмещать бизнес и… Вы знаете, я поставила себе цель, что мне сейчас важнее не уборка в доме, да, ну грубо говоря, как бы, а важнее бизнеса. То есть, когда у меня дети в школе и младший спит, то у меня вот этот полтора-два часа я могу посвятить бизнесу. Ну и, конечно же, вечером вебинары, это наушник, и я с вами. А, Алексей, Алексей хочет сказать, сейчас, секунду, я так понял, включай микрофон, да, Алексей, включай. Вот, есть. Ребят, всем привет. Ирин, привет. Слушай, история фантастическая. У меня буквально вот пару вопросов, да. Вопрос первый. Команда твоя сейчас, младший менеджер, да, квалификация, она выстроена на рынке Франции или это разные ребята? Нет, да. И разные ребята из России, и со Швейцарии, и Франции, и Украина, то есть и мамочки с четырьмя детьми. У меня суперкоманда. Прикольно. А вот смотри, вот те вот эти люди, да, которые сейчас у тебя в команде, ну или, скажем, там большая часть людей, это тёплый список или это холодный список? Или разный? Разный, я не могу сказать. Вот даже, вы знаете, вот человек, да, мне вот как бы включило её тоже. Она говорит, ты почему не делилась? Что ты принимаешь такой продукт? Я вижу, ты хорошо стала выглядеть. У тебя, ну, как бы, что ты пьёшь? Что ты делаешь? Я говорю, ну вот, я пью такой продукт. И она тоже после четвёртого ребёнка, у неё сильно болели суставы. И я говорю, ну, я на данный момент пью вот нашу эликсир пять в одном. И она говорит, а что это такое? Расскажи мне. Я ей рассказала, она у меня взяла комплекс сразу три штучки, и она на третий день мне звонит и говорит, почему ты молчала? Как ты могла? Круто. А я говорю, что случилось? Что такое? Она говорит, ты не представляешь, я не могла встать с кровати с утра, мне надо было расходиться, чтобы, как бы, ну, встать нормально с кровати и пойти приготовить завтрак. А сейчас у меня третий день, я принимаю, говорит, я встала, я вообще забыла, что у меня что-то болело. Говорит, почему ты столько времени молчала? Я тут мучаюсь, а ты молчишь. И она вот, и она очень включилась в работу, и она вообще вот с такими горящими глазами сейчас всем рассказывает и получает результаты. Круто, круто. Ирин, спасибо тебе большое, тебе роста, скорейшего там МЛГ достижения, лидера организации, в общем, да, круто, нереально. Спасибо большое. Спасибо.